Вы смотрите отзыв об отеле Аллегра и Сора, старое название Борчеллоу Ворадора. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Морено64, который был в нем в 2016 году. Отдыхали на Тенерифе второй раз. В том году тоже были с Аниксом в Блюсе Лейгас Дессер 4 звезды, в этом же городке. Отель в этом году выбирали с тем расчетом, что с нами были друзья с ребенком. А так как ребенок привык к турецкому сервису с детским клубом, поэтому и выбрали этот отель. Бассейны подогревают, что тоже плюс. Номер хотелось прямым видом на океан, но, к сожалению, хоть и обещали, писала в отель, по возможности. Не дали. В общем-то так и должно быть прямой вид на океан стоит дороже. Но да ладно, все равно номера отличные, новые после ремонта, апартаменты со всем необходимым. Я так хотела пожить в апартах, а вот готовила креветки всего лишь один раз, вполне хватало полупансиона. Да и не хотелось заморачиваться с готовкой. Времени жалко было. К недостаткам пристально приглядываться не собирались и не прикапывались к мелочам. Не за этим ехали, ничего критичного. Что к ужас-ужас. Наверное, это смешно, но сто лет уж не посещаем российские моря и курорты, но осадочек остался, все сравниваем. Не в нашу пользу. И персонал, и все-все не идет ни с какое сравнение. Если есть где-то лучший сервис и питание, то не по нашим деньгам, я за то, чтобы работал на меня каждый мой потраченный рубль евро, пока на хорошее российское я не заработала. Будем смотреть мир тогда. Питание отличное, на мой взгляд. Пусть гурманы и столут на кафотелс. Но люди, как-то будьте справедливы. Тунец на гриле на ужин, мясо, рыба, десерты, мороженое. И это за 5 евро с человека за ужин. Желаете лучшего сервиса и питания, берите 5 звезд, что уж по 3 звезды ездить. А в 5 звезд цена на двоих на полупансионе начинается на 11 ночей от 400 тысяч. Специально смотрела стоимость 5 звезд, которая в соседнем поселке Алкало. Мне там очень пляж понравился и лавовые бассейны. Все чисто бесплатно, пустенько. Ходили не спеша по берегу минут 30 в одну сторону, туда строят дорожку променад. Пуэрто-Сантьяго просто чудесный. С удовольствием поехали еще раз в это место. Хотя выбирала регион долго, то дождливый, то дорого, то шумно. Может быть летом поехали на север, но в поздней осенью вариантов мало, тем более Суперскалы Лос-Гигантис защищают от ветра и дождя. Ходили в порт два раза, это практически через весь городок. Не близко, но прогулка приятна и полезна, надо как-то шведский стол расцвести. Пляжу скал в порту не понравился, там в первую половину дня нет совсем солнца. И как-то неуютно, на пляже стихийный лагерь хиппи. Они мирные с виду. Но оптимисты им они вносят в ауру пляжа. Вернулись в тот день на свою ла-арену. В этом году купалось реже, часто были сильные волны, но все равно здорово. Замечено, как только волны больше, чем обычно народ, от мала до велика в воду рвется просто. Рабочий день спасателей 10, 17. Вот любители волн купаются вне его рабочего времени. Он работает на совесть в прекрасном флаге, купаться строго запрещено. Интересно было. Гуляя, наблюдать неспешную жизнь Канар-ЦФ, спокойную и размеренную. Никто не суетится, не торопится. Сиесто. Небольшая рекомендация и не ходите в Меркадону по верхней дороге, это из отеля сразу налево. Очень неудобно и страшновато вечером некоторые места по обочине трассы. Темнеет очень быстро. Лучше идти через городок направо. Приятное с полезным. Хорошая анимационная команда, хотя я со стороны только смотрела. А муж играл с удовольствием в настольный теннис. Ненашинский праздник Хеллен прошел на ура. Отель в полном составе готовился к нему. Не только анимационная бригада от Red Seaction до работников кухни. Территория вся была жутковато украшена, но с фантазией и юмором. Все прошло душевненько. Red Seaction был в костюмах Дракулы и вампиров. Кухня во главе с администратором устроила флешмоб на ужине. Все с настроением и к месту. Вывод отличный отель в своей категории за эти. 1700 евро за двоих 11 ночей НБ. Деньги. Канекса претензий нет довезли. Встретили. Гид Тимур профессионален и внимателен к нашим мелочам. Отвечал быстро на вопросы по WhatsApp R. Экскурсии. В прошлом году покупали в уличном агентстве НАО. Гомеро обзорку Стейде, Лорд Парк. Все очень понравилось все на высоком профессиональном уровне. В этом году из-за кризиса упали ценники на интэкскурсии и два дня с друзьями колесили с гидом местным жителем Владимиром. Обзорка по кругу Маска, Горачика, Пуэрто-де-Ла-Крус, горы Анага, Санта-Крус-Баттенерифа, Канделярия всего 330 километров. Было все отлично, но в горах Анага нас накрыла стихия, ливень с градом. Просто тропический ливень, камнепад с селевыми потоками и еще те впечатления. Но наш гид-водитель достойно нас провез через этот ужас. Сам говорит, тут за 26 лет первый раз видел. Так что Санта-Крус увидели мокрым с набережной рекой, которую все, таки потом перекрыли. Выбирались через город на скоростную трассу. Путешествие по острову напоминает сказку про 12 месяцев. Можно увидеть все и сразу. Второй день, Тейде, Долина Атарава, Ла-Лагуна, возвращались через Танки и Сантьяго-де-Тейде. Хоть мы на Тейде были уже в том году, а в этом году просто решили составить друзьям, компанию нисколько не пожалели новые места, новые впечатления. Впечатления незабываемые, были мысли взять машину, но не той квалификации у нас водители. Тем более с гидом было удобнее и познавательнее. Хотелось вставить в текст фото, но очень неудобно вставлять с планшета, так что с Арии смотрите в фотоальбоме. Сейчас этот отель переименовали на Allegro eSora 3 звезды, а для трешки он вообще идеален, хорошее соотношение цена-качество. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!